Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале China Inspect. Сегодня, в первый день продаж, мы получили новый юбилейный смартфон Meizu 15 Plus. Версия черного цвета и на 64 гигабайт памяти. Сегодня мы его распакуем, посмотрим и поделимся первыми впечатлениями. Готовы? Поехали! Перед тем, как начать распаковку, я бы хотел рассказать предысторию и опыт использования продукции компании Meizu. Первый свой телефон Meizu я взял в 2013 году и это стала модель MX3. Проработала она где-то 2 года и очень хорошо проработала для того времени. И после этого я случайно разбил стекло и вынужден был взять новый телефон. И мой взор пал на следующую модель, это Meizu Pro 5. Данный телефон был очень классный, он хорошо работал. В нем было в одном из первом встроен Type-C, что быстро заряжало телефон. Также здесь стояло NFC. Это облегчало жизнь, особенно в Китае. Можно было расплачиваться в метро, в автобусе через телефон. Но через 2 года с ним случилась неприятность и он упал в море, после чего восстановлению не подлежит. Я экстренно взял Meizu E2. Это бюджетный вариант. Я его брал не на длительный срок, так чтобы было. Была связь. Этот телефон проработал около года и никаких нареканий также не имеет. То есть достаточно хорошая модель. И сейчас пришло время обновить арсенал. И мой следующий телефон это Meizu 15+. Ну и давайте распакуем. Чем мне нравится Meizu? Во-первых, это упаковка. Они всегда делают это очень стильно, надежно и качественно. Что и не исключение, юбилейная модель. Здесь вот представлен сам телефон. Какой он классный, я расскажу позже. Здесь очень такая толстая пластиковая вставка под телефон. С вырезами, с лого. Все выглядит очень лакшери, так дорого. Здесь внутри у нас кабель Type-C. Здесь они мне дали карту. Один раз можно его ремонтировать, если разбилось стекло. Один раз в течение года можно будет бесплатно поменять. Также здесь есть фирменная Flyme иголка для сим-карт. И зарядное устройство от Meizu на 24 ватта. Вот, в принципе, и все. Где-то здесь была инструкция в какой-то из этой коробки. Я не знаю, откуда инструкция делась. А, вот. Вот гарантийник и инструкция. Внешний вид Meizu 15 Plus впечатлит не только фанатов и любителей этого бренда, но и пользователей других устройств. В данной модели разработчики-дизайнеры Meizu решили пойти своим путем. Они отказались от всеобщего тренда моноброви, которую внедрили Apple в этом году. Они сделали достаточно простой дизайн передней части, но, несмотря на это, они кое-что скопировали от iPhone. И я говорю о кнопке «Домой». В остальном аппарат имеет симметричный вид, как с передней части, так и с задней части. Сзади корпус выполнен из металла, покрытым специальным лаком, что делает аппарат приятным на ощупь. Камеры Meizu также решили вернуть по центру, как в Pro 5 и предыдущих моделях. Камера сдвоенная. Под камерой расположен 6-ти сегментный элемент вспышки. По краям кнопки управления. С одной стороны это кнопка включения-выключения, и с другой стороны кнопка управления звуком. Также здесь есть вход под Type-C и выход Type-C, и вход под Mini-Jack 3.5. Размер аппарата в длину 153,8 миллиметра, в ширину 78-25 миллиметров, и толщина данного смартфона 7.25 миллиметров. Вес 177 грамм. Есть три вариации цвета. Черный, золотой и серый. Дисплей с диагональю 5,95 дюймов. Выполнен по технологии Super AMOLED. Разрешение 2560 на 1440 пикселей. Боковые рамки практически отсутствуют. Технология Super AMOLED по сравнению с матрицей IPS меньше расходует энергию, придает экрану высокую контрастность, а также дополнительную яркость на контрасте. Здесь также присутствует режим выключенного экрана, то есть можно оставить циферблат, либо какую-то небольшую информацию, постоянно работающую на экране. Кнопка M-Back. Это сенсорная кнопка с фирменной технологией M-GIN и встроенным сканером отпечатка пальцев M-Touch. M-GIN определяет силу нажатия кнопки и может отдавать отклик вибрации. M-Touch способен за 0,08 секунды распознавать отпечаток пальца при нажатии под любым углом 360 градусов. Очень быстро, очень удобно. Ну и как же в Мэйдзуне отметить звук? Ведь это изначальная компания, производившая музыкальные устройства. Здесь стоят стереодинамики снизу-сверху от компании Cirrus Logic. Также есть шумодав Fort Media и аудиочип также от Cirrus Logic. Версии плюс стоит топовый процесс, от компании Samsung Exynos 8895, который состоит из 8 ядер. 4 из них являются кастомайз. Мэйдзу выбрали Samsung Exynos M1 на 2,5 ГГц и 4 ARM Corex A53 на 1,7 ГГц. Также здесь стоит графический процессор G71, который позволяет снимать 4К видео, данный процессор имеет LTE-модем на 1 Гбит загрузки. И процессор в целом очень мощный и имеет низкое энергопотребление. А что касается батареи, батарея здесь стоит на 3500 мАч. выход Type-C, с которого поддерживает фирменная технология M-Charge 4.0 с мощностью аж целых 24 Вт. В данной версии встроено 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти. Также есть версия расширена на 128 ГБ внутренней памяти. Как опытные пользователи смартфонов Мэйдзу, была всегда и не хватало одна вещь, это качество снимка, качество камеры. В данной модели Мэйдзу решили заполнить этот пробел, и они установили фронтальную камеру, матрицу IMX376, которая имеет 20 Мегапикселей, 4х3 формат. Также здесь есть встроенная система искусственного интеллекта в режиме Beauty, то есть это позволяет делать очень красивые снимки селфи. Плюс здесь встроена функция быстрого распознавания лица, и работает она вот так. Она уже настроена на меня. Ну и давайте сделаем селфи. Также здесь есть голосовое управление фотографией, то есть можно по команде делать селфи. Хай Джао! Ну вот как-то так. Основная сдвоенная камера состоит из сенсоров IMX350 и IMX380. IMX380 это основной сенсор, имеет 12 Мегапикселей, раскрытие диафрагмы 1,8, что позволяет снимать хорошо в темное время суток. Физический размер матрицы 1х2,3 дюйма. Также здесь есть встроенная 4-осевая оптическая стабилизация изображения. Второй сенсор IMX350 имеет 20 Мегапикселей формата 4х3. Диагональ 1х2,78 дюйма. В совокупности два сенсора дают возможность делать 3-х кратный оптический зум. Здесь есть 6 линз и покрыто это все сапфировым стеклом. Внизу расположен 6-сегментный элемент вспышки. Сейчас давайте посмотрим, какие есть режимы камеры. Помимо селфи, здесь есть портрет, фотография, видео. Данный телефон снимает в режиме Full HD, а также 4К. Фотографии мы сейчас вам покажем. Подводя итог, можно сделать вывод, что Мэй Цзу на юбилейный выпуск не облажались. Они действительно сделали очень классный аппарат. Это их топовый флагман. И он действительно хорош в плане дизайна, в плане качества и материалов. Он очень хорошо сидит в руке, лежит в руке. Классный AMOLED дисплей. Все симметрично, стереодинамики. И самое главное, что мне нравится в их решении, они решили не идти по путям Apple. Они не сделали эту ужасную монобровь, которую делают практически сейчас многие производители, просто копируя iPhone X. И они также убрали обратно камеру по центру. То есть этот телефон абсолютно симметричен, как спереди, так и сзади. Это мне очень нравится, этот стиль. По производительности мы будем тестировать. Сейчас сложно делать вывод с первого взгляда, но, возможно, через какое-то время мы поделимся опыт месяца использования данного телефона. И на этом у нас на сегодня все. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и оставляйте запросы на обзоры в группе ВКонтакте или в комментариях к данному видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!